Раздел о ценности и благородстве Уважать и любить друзей своего отца Первый хадис этого касается Ибн Умар рассказывает, что Расулуллах сказал Наилучшее из благодеяний, это когда сын продолжает уважать тех, кого любил и уважал его отец Другой хадис объяснит этот Наилучшее из благодати Абу Усаид Ас-Саиди рассказывает Когда-то мы сидели рядом с Расулуллах И вот пришел один человек Из племени Бану Саляма И он сказал О посланник Аллаха Салаллаху Алейху Ас-Салям Могу ли я Сделать какое-то благое деяние Для своих родителей После их кончины После их смерти Расулуллах Салаллаху Алейху Ас-Салям Сказал Да, ты можешь И начал перечислять Ас-Саляту Алейхима Это дуа за них Когда ты молишься перед Аллахом за них Когда ты за них делаешь истигфар Просишь прощения за своих родителей И выполняешь те обязательства Которые они поручились перед кем-то После их смерти И соединяй родственные связи Которые являются родственником тебе Через твоих родителей Иногда бывает Двоюродный брат твоего отца Он же тебе не родственник, правильно? Он же дальний родственник считается Близним родственником не считается То вот Ислам говорит Чтобы ты, несмотря ни на что Даже после смерти своего отца Если хочешь сделать благо Для своих родителей То делай за нее дуа Проси у Аллаха истигфар за них Выполняй обещания Которые давали родители Если они не смогли их выполнить По причине того Что ушли из этой жизни И соединяй родственные связи С теми С кем твой отец и мать Были родственниками И обязательно С подчетом Относись К друзьям своих родителей Сейчас пока родители живы В одном из хадисов говорится Что тот человек Который с утра Улыбнулся Своим родителям Одна из дверей рая Открывается для него В рае сколько дверей? Восемь Вот когда у тебя есть двое родителей Улыбнувшись им Две двери рая Открывают себе Аль-хамду лилля Если у многих Такая возможность есть Еще по утрам улыбаться И чтобы двери рая Открылись им А есть такие люди Которым Только одна дверь Открывается сейчас На данный момент А есть такие люди Которым эта дверь И не открывается абсолютно Так как у него сейчас На данный момент Родителей нет Насколько важно С любовью И ценностью Относиться к своим родителям Насколько это важно Что тот человек Который говорит Я мусульманин Я намаз читаю Я все делаю Я садака даю Но его родители Им недовольны Так говорится Что от твоего имана От твоего садака От твоего намаза Аллах недоволен Самая важная причина Того Твои родители Тобой недовольны Мы должны Так как мы мусульмане В первую очередь Позаботиться о том Делаем ли мы Довольными Своих родителей Это очень важно И вот один из сахаби Из племени Бану Саляма Пришел к Расулу Аллаху Салаллаху алейху ассалям Со словами О посланник Аллаха Могу ли я сделать Что-то благое Для своих родителей После их смерти Пока они с тобой Рядом живут Ты молоко можешь принести Хлеб можешь купить Дома убраться Утром улыбнуться Вечером их спать уложить Да Какую-нибудь вещь купить Для них Но вот когда они ушли Уже из этой жизни Могу ли я сделать Для них что-нибудь благое Расулуллах Салаллаху алейху ассалям Сказал Да можешь Ассалату алейхима Делай им дуа Вали стихфару лахума Делай за них Истихфар Проси за их грехи Прощения у Всевышнего Аллаха Таала Ва инфа дуа Дихима мим баадихима И выполняй те Обязательства Которые давали Твои родители Если они не успели Их выполнить Допустим долг у кого-то Они взяли Но кончина пришла Прежде чем они смогли Расплатиться За них расплатись Ты для них благо сделаешь Если они обещали Соседу помочь Дом построить Либо забор поднять Ты после смерти родителей Сделай это И таким образом Ты им благо принесешь И соединяй родственные связи Родительские И обязательно Угощай И вежливо И с большим подсчетом Относись к друзьям Своих родителей Следующий хадис Который мы зачитаем Он будет касаться Уважения К тем Кто обладает знаниями Он очень важен Сейчас Такая ситуация Человека могут Уважать Из-за его Дорогой одежды Человека могут Уважать Из-за того Что у него чин большой Человека могут Уважать Из-за того Что он очень сильный Попробуй его Не уважай Но Действительно То качество За которым Нужно уважать Это знания Это возраст Это хороший характер Это умение общаться Это очень важно Мы должны себе вопрос Задать Мы вообще Людей за что Уважаем И вот в этом хадисе Посланник Аллаха Салаллаху Алейхусалям Рассказывает Кому следует Быть Имамом В намазе Это очень важно Да То есть Вот представьте Десять человек стоят Да Естественно Тот который За имама выйдет Значит он В чем-то Он выделяется Из всей этой толпы Его поэтому За имама проводят Вот Расулла Салаллах Рассказывает Хадис передает Абу Масуд Укба Бин Амир Аль Бадри Ради Аллаху Что Расуллуллах Салаллаху Алейхусалям Сказал Вопрос задает Я Расуллуллах Кто будет Имамом В намазе Посланник Аллаха Салаллаху Говорит Тот кто больше Знает наизусть Курана Пусть тот И будет Имамом А теперь Опять люди Вопрос задали А если мы Все каждый По 30-му джузу Знаем То есть Все одинаково Кураном Владеем Тогда что Тогда Расуллуллах Салаллаху Сказал Пусть будет Имамом Тогда тот Кто больше Знает Сунны То есть У него знаний Больше Не только Он читает Хорошо Но у него Еще и знаний Есть Хадисов Каких-то Историй Из жизни Расуллах Салаллаху Он находился Больше С посланником Аллаха Он видел Как он Кушает Как он Тахарат Берет Он видел Как намаз Читает Правильно Пусть Тогда он Говорит А если Они Одинаково Знают Сунну То есть Образ Посланника Аллаха Тогда что Тогда пусть Будет тот Кто Переселился Первее Из Мекки В Медину А вы знаете Было Переселение Когда Покушение На жизнь Расуллах Салаллах Была Жизнь Мусульмана В Мекке Стала Невозможной Тогда От Аллаха Пришел Приказ Чтобы Мусульмане Покинули Мекку И переселились В другой город Мадина Мунаввара А если Они Переселились Одновременно Тогда Кто Тогда Говорится Должен За имама Выйти Тот Кто Немного Старше А затем Расуллах Говорит И ни в коем случае Пусть имамом Не становится Тот Кто Чувствует Себя Более Богаче Он Думает У меня Должность Больше Ты Майор А я Уже Почти Что Генерал Так Что Имамом Буду Я На Этих Условиях Имамом Никто Не Становится А Следующее Что Сказал Расуллах Это Касается Всех И ни в коем случае Пусть Гость Не Садится В Доме Хозяина То есть Кому Он Пришел В Гости На Его Подчетное Место Кроме Как С Его Разрешения Представьте Ты В кабинете Сидишь У тебя Свой Стол Есть Компьютер Есть Стол Есть Кресло Есть Ты Пришел Смотришь Кто Там Сидит Уже Ни в Ни в коем случае Так Делать Нельзя Садиться Надо Только С разрешения Хозяина Теперь Этот Хадис Мы Немного Разберем Со стороны Фикха То есть Как Исторический Факт Он До Нас Дошел Теперь Фикх Включается Сюда Итак Я Умм Каума Акраухум Ликитаб Иллахи Пусть За Имама Выйдет Тот Кто Знает Куран Больше Понятно Да Смотрите Мои Дорогие Уважаемые Куран Неспосылался В течение 23 лет Правильно То есть Было Такое Время Когда Куран Был Неполный То есть Первые Года Несколько Сур Потом Еще Несколько Сур Потом Еще Несколько Сур На протяжении 23 лет Куран Неспосылался Правильно Пример Скажем Возле Расулла Один Человек Находился И значит Тот Куран Который Неспосылался Он Некоторые Вещи Знает А Некоторые Наизусть Не Знает Теперь Приходит Какая-то Делегация И говорит О Расулулла Научи Нас Намаз Читать Научи Нас Ислам Он Ислам Научил И теперь Их Назад Отправляет Правильно Пришли Примерно Десять Человек У кого То Память Хорошая Была Куран Хорошо Заучивал У кого То Память Не Очень Была Поэтому Куран Много Заучить Не Мог И Когда Он Отправлял Их Назад К Себе Они Спрашивали А имам Кто У нас Будет Говорит Тот Кто Курана Знает Больше Потому Что Имам Когда Читает Они же Арабы Были Арабские Все Знают И Когда Имам Выходил И читал Куран В Кто Стал Кто Знал Курана Больше Итак Здесь Две Богословские Школы То есть Два Мазхаба Они Разделились Во мнении Имам Мухаммад Имам Абу Юсуф Имам Шафии Рахмат Аллах Алихим Они Считали Что Исходя Из этого Хадиса В наше Время За имама Должен Выходить Тот Кто Куран Знает Наизусть Больше То есть Хафиз Разницы Нету Сколько лет И должен Быть Имамом Потому Что Он Курана Знает Больше Исходя Из Этых Хадис Другие Факихи Ученые Они Говорят Своё Мнение И Этого Мнения Придерживался Имам Абу Ханифа И В одном Из Мнений Сам Имам Шафии Рахмат Аллах Что За имама Должен Выходить Тот У кого Знаний Больше При Условии Что Он Умеет Читать Куран Допустим Имам Абу Ханифа Разъясняет Этот вопрос Так Чтобы За имама Выйти И прочитать Фарз Намаз На Иша Намаз Нужно Знать Всю Бакара Наизусть Нет же Достаточно Фатиха Знать Какие-то Короткие Суры Знать Правильно Необходимо Жи Согласитесь Но Также Необходимо Знать И все Остальные Вопросы Как Тахарат Брать Как Намаз Читать Где Сунад Ты же Все Это Должен Знать Поэтому Он Говорит Если Человек Более Знающий Он Должен Выйти За Имама При Условии Если Он Умеет Читать Куран Достаточно И в Намазе Понятно Да А Если Они Куран Одинаково Знают И Сунну Одинаково Знают Тогда Кто Должен Выйти За Имама Здесь Говорится Тот Кто Первый Совершил Хиджру А в наше Время Сейчас Мы С вами Здесь Сидим Хиджру Полторы Тысячи Лет Назад Совершили Правильно Кто Хиджру Совершил Никто Из Нас Поэтому Хиджра А мы Знаем Что Хиджра Делится На две Части Первая Хиджра Это Когда Ты Покинул Мекку И Переселился В Медину А вторая Хиджра Когда Человек Оставив Свой Грех Переселился В другую Местность Часто Бывает Такое Человек Имеющий Вредные Привычки Он Никак Не мог Их Бросить Потому Что У него Общество Такое Он Живет В том Районе Где Одни Наркоманы Скажем И чтобы Бросить Свою Вредную Привычку Он Вынужден Переселиться В другое Место Знакома Ситуация И вот Представьте Два друга Оба Когда-то Были У них Вредные Привычки Они Переселились Но Вопрос Станет Кто Будет Имамом Пусть Имамом Будет Тот Кто Первый Переселился А в другом Из похожих Хадисов Говорится Пусть За Имама Выйдет Тот Кто Ислам Принял Первый То есть Этот Ислам Принял Один год Назад А этот Десять Лет Назад Понимаете Да А если Они В хиджре Одинаковые То есть В переселении Своем Одинаковые Тогда Пусть За Имама Выйдет Тот Кто Старше Более Уважительней Почетней Все Здесь Фик Заканчивается Нашего Хадиса Я думаю Достаточно Его повторять Не нужно За Имама Теперь Кто Будет Выходить Кто Больше Знает К сожалению В наше Время Ситуация Не та Которая Была Во время Расуллала Салаллаху Алиху Салам Те Люди Которые Умели Читать Куран У них И знания Были Обязательно В вопросах Как намаз Читать Ни у кого Таких Вопросов Не возникало Но некоторые Были более Способны Заучивать Книгу А некоторые Меньше Но сейчас Настал такой момент Когда хафиза Курана Либо те Которые Учат его Либо По причине Своего Молодого Возраста Либо По причине Того Что еще Просто Не дошли До этого Куран Наизусть Знают Читают Очень красиво Могут Читать Десять Кратов Тебе Прочитают Но элементарные Ошибки В намазе Происходят Либо Читая Он не понимает О чем Он читает Если ты знаешь Фатиха И знаешь Немного Из Курана Но ты Знаешь Смысл Его Ты знаешь Перевод Этого И рядом С тобой Человек Стоит Который Знает Весь Куран Но он Для него Арабский Текст Который Он не знает Что там Написано То пусть За имама Выйди тот Который Знает Что он Читает Это очень важно Помните Объясняя этот Хадис Я рассказывал Что Посланник Аллах Когда Кого-то Отправлял Куда-то Джамат Приходит К нему Научились Теперь Он их Домой Отправляет Все У вас Курсы Закончились Езжайте Домой Они скажут А кто Из нас Будет Имам Расул Аллах Салла Алис Салям Говорит Пусть Имам Будет Тот Кто Кур'ана Знает Больше Нормально Адекватно Вот Расул Аллах Салла Алис Салям У него Была Привычка Когда Посылались Новые Аяты Он Читал Их В Намазе Поэтому Так как Он Аяты Новые Читает В Намазе Он Хотел Что Те Которые Рядом С ним Стоят Люди Чтобы Они Слышав От него Кур'ан Они Запоминали Один Из Сахаб Рассказывает Что Расул Выстраивая Нас В ряды Он Поправлял Нам Наши Плечи То есть И Нас В ряд Выстраивал Чтобы Мы Стояли Одинаково Раньше Вот Таких Линей Не Было Замечали Наверное Новый Человек В мечеть Приходит Его В ряд Ставишь Он На 10 Сантиметров То Вперед То А вот Раньше Такого Не Было И Расулла Он Был Вынужден Сам Рукой Поправлять Сахаби До Какого-то Времени Пока Они Сами Не Научились Этому Вот Расулла Он Поправлял Рукой Ряды Мусульман В Намазе И Потом Говорил Вы Прямитесь В ряд И Никогда Косо Криво Не Стойте Иначе Ваши Сердца Будут Такими Лия Лини Минкум Улил Ахлями Ваннуха И пусть Первые Ряды Занимают Те Кто Обладает Более Глубоким Разумом И Пониманием Потому что Если Ну Пример Скажем 90-летнего Бабая За собой Поставь Он Он И не Поймет Что ты Читал Пусть Сзади Меня Стоит Тот Который Сможет Запомнить То Что я Читал Для Этого Поближе Ко Мне Пусть Стоят Те Которые Обладают Меньше Пониманием По очереди По очереди То есть Если Было бы Время Расулли Аллах Илья Стоял бы Сзади Сразу Пророк Потом Его Шахирды Стояли Отличники Потом Ударники Потом Другие Все остальные Абю Муса Ашири Ради Аллаху Абю Абю Муса Ради Аллаху Рассказывает Что Расулуллах Салаллаху Алейхусалям Сказал Поистине Считается Уважением К Аллаху Некоторые Деяния А какие Они И Крома Ди Шейбет Муслими Почитание И Уважение Пожилого Мусульманина Ва Хамили Кур'ане Гайли Гали Фи Валь Джафи Анху И Уважение К Хафизу Читающему Кур'ан Который Не Слишком Жесток И Не Слишком Мягок Это Как Через Недоделкино И Переделкино Слышали же Иногда Хафиз Кур'ана Он Тебе Все Запретит И Это Не Делай И То Не Делай И Так Не Ходи И Ся Не Ходи Астахфир Лах Что Ты Делаешь Когда Слишком Сильно Усложняет Он Сюда Не Включается Либо Слишком Облегчает А Ладно Аллах Все Тебе Просит Делай Все Что Хочешь То Справедливый Хафиз Который Здраво Подходит Каждому Вопросу То Из Уважения Считается Уважением К Аллаху Это Подчет И Уважение К Мусульманину Старцу К старцу Мусульманину И К Хафизу Который Не Переусердствует В этом И Нет У Него Каких-то Недочетов И Недоделок И Проявление Уважения И Почета К Справедливому Правителю Три Вещи Запомните Три Вещи Уважение Старца Мусульманина Уважение Хафиза Кур'ана И Уважение К Справедливому Правителю Эти Три Вещи Включают В себя Уважение К Аллаху Тааля В другом Хадисе Рассказывается Который Передает Умар Бин Шуиб От своего Отца А тот От своего Деда Что Расулул Салаллаху Алейху Ассалям Сказал Лейса Минна Ман Лям Ярхам Сагирана Ва Я Ариф Шараф Кабирина Хадис Хасан Посланник Аллаха Салаллаху Алейху Ассалям Сказал Тот Кто Не Милостив К Нашим Младшим Он Не Из Нас И Тот Кто Не Уважает И Не Знает Почета К Нашим Старшим Тот Тоже Не Из Нас Это Очень Важный Хадис Он Большую Часть Религии В себе Охватывает Если Ты Взрослый И Не Милостив К Младшему Ты Не Из Нас Говорит Расулуллах А Если Ты Молодой И Не Уважаешь Тех Кто Старше Тебя То Ты Тоже Не Из Нас Иногда Бывают Старые Такие Ворчуны Бывают Вот Им Ничего Не Запомни С того Дня Когда Ты Им Ляпнул Все Весь Тот Салаб Который Ты Заработал Терпев Его Говорив А Это Старший Человек Поэтому Я Буду Уважать Старший Человек Поэтому Я Буду Терпеть Он Все Стерся Потому Что Ты Сабар До Конца Не Проявил Смотри Ты Говоришь Я Воровать Не Буду Воровать Не Буду Воровать Не Буду Говоришь Полдня Я Уразу Держать Буду Уразу Держать Буду Ходишь Время Асар Намаз Настало Пошел Наился Грех Запишется Тебе Уразу До Конца Не Держат Вот Ты Говоришь Я Старших Уважать Буду Один День Два Дня Три Дня Год Уже Прошел Ты Уважаешь И Уважаешь А Потом Тебе Стул Поставь Сюда Балам Ты Говоришь Надоело Не Буду Я Тебе Студья Савить Все Лишился Всей Награды Поэтому До Конца Нужно Проявлять Если Начал Уважение К старшим Это Очень Очень Важно Следующий Хадис Он Касается Того Что Мы Должны Давать Место Каждому По Его Заслугам Сейчас Поймете Все Маймуна Бин Аби Шейба Рахимахуллах Анна Аишата Ради Аллаханха Маррабиха Саилун Маймуна Бин Аби Шейба Рассказывает Что Жена Посланника Аллаха Салаллаху Алейху Асалям Аиша С ней Произошла Такая История Как-то Возле Нее Прошла Одна Попрошайка И попросила У нее Ну Поесть И Аиша Дала Ей А Вот Возле нее Прошел Один Человек Который Очень Хорошо Был Одет И Такой Статный Мужчина И Хазрат Аиша Посадила Его За Дастархан И Тогда Ей Сказали Ах Зачем Ты Так Сделала Тот Кто Хорошо Одевается Его Можно За стол Сажать А тот Который Нуждается Его Надо Теперь Ему Кусок Хлеба Дать И Прогнать Его Отсюда Так Надо Это Делать То Есть Вот Как Такой Претензии Сказали Хазрат Аиша Ради Аллах Сказала Что Расул Аллах Сказал Давайте Каждому Человеку Его Заслуженное Место Если Это Попрошайка Прошел Если Ты За стол Посадил Хорошо А если Он Проходил Мимо Дай ему То Что Он Просит У тебя И Отправь Дальше А если Мимо Тебя Проходит Либо К тебе В гости Заходит Человек Домой Зашел Уважаемый Достой Человек Ты же Ему Два Финика Не Дашь Скажешь Иди Дальше Ты же Его Посадишь За место Правильно За 100 Вот Когда Мы В гости Приглашаем Да У нас Бывают Аши Либо Еще Какие Модилисы Дома Проходят Мы Должны Давать Место Человеку По Его Заслугам Вот Чего Человек Заслуживает Какой У него Статус В Этом Мире Ему Такое Место Дай Но Зная За Что Нужно Уважать Человека Человека Уважают За Его Знания За Его Хороший Характер За Его Нрав За Его Благие Деяния Не За То Что Человек Очень Сильный И Все Его Боятся За Это Уважать Не Нужно Не За То Что У Человека Самая Крутая Машина В Городе И За Это Люди Не Уважают Уважают Именно За Знания И Последний Хадис Ананасин Ради Аллаху Анасин Ради Аллаху Али Али Ассалям Ма Акрама Шаббун Шейхан Лис Ни Илла Кайяда Аллаху Лаху Май Ю Крим Инда Син Ни Хадис Гарива Нурабах Тирмиди Ананас Ради Аллаху Анасин Рассказывает Что Расул Аллах Салла Аллаху Али 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 Каждый Раз Когда Молодой Человек С уважением И почетом Относится К старшему Его Аллах Сделает Так Что К нему В старости Также Будут Относиться Каждый Раз Когда Молодой Человек С почетом И уважением Относится К старшему Аллах Сделает Так Что К нему В старости Будут Относиться Таким Же Образом Сейчас Часто Мы Слышим Что Молодые Люди Не Уступают Место Своим Старцам В автобус Заходишь Молодой Сидит Старший Стоит Отсюда Два Урока Можно Взять Первый Урок Это Тот Что Что Вот Эти Которые Сейчас Сидят Когда В старости Они Будут Находиться В каком Они Будут Положении Если Не Хуже Если Не Хуже А Второй Урок Какой Я бы Хотел Взять Иногда Бывает Человек Старец Заходит И ему Весь Автобус С места Скакивает Ему Готов Уступить Место А Иногда Старец Заходит И от него Все нос Отворачивает Не Хочет Рядом С Немаловажно Здесь Такая Стрелочка Есть На То Как Жи Себя В Молодости Вели Эти Старцы По Отношению К Своим Старым Тогда Понимаете Уважал ли Ты Тех Своих Старших Как Ты Сейчас Требуешь От Этих Младших Но Это Отдельная Тема Наша Сейчас Задача Уважать Своих Старших Так Как Велел Нам Это Расулуллах Салаллаху Алейхи Ассалям С Подсчетом И Уважением От Того Что Мы На Остановке Уступим Место Либо В Автобусе Уступим Место Беременным Женщинам Тем Людям Которые Старше Нас Даже Если Человек Может Быть 40 45 Лет Но Он Выглядит Взрослый Может Быть У него Колени Болят Может Быть Он У станка Весь День Стоял А Может Быть Эта Женщина У прилавка Магазина Весь День Стояла И Она Устала И Ты Молодой Который Только Что Со Школы Вышел Сидел На Этом Стуле Семь Уроков И Забегая В автобус Не будешь Искать Свободное Место А будешь Искать Того Человека Кто С удовольствием Сел На Твое Место Я думаю От Этого У нас Ноги Не Отвалятся Сердце Станет Чище Савабов Будет Больше И Мы Наконец Будем Показывать Ислам Не Языком А Делами Готовы Так Поступать Я Тоже Буду Брать Пример С Вас На Этом Наш Урок Сегодня Заканчивается